Ну, он зверь. Он просто зверь. Это Ярославский биохакер. Тебе 19 лет, а ты очень прошарен в теме здорового питания. Ты должен это делать. Я думаю, никто не согласен с тем, как мы сыграли в финале. После такой концовки надо идти тренироваться уже, а не спать. Всех приветствую, всем добрый день. Спустя буквально короткую паузу у нас уже новый подкаст традиционной компании с Дарьей Тубольцевой, спортивным журналистом и ныне нутрицологом. И у нас новый сегодня гость. Это Дмитрий Симышев. Защитник хоккейного клуба «Локомотив» Ярославль. Проспект Аризона Койотс. Бейн и Чел, это мой меч. И я в шоке. А сейчас Дима находится в Северной Америке в одном из кемпов тренировочных. Поэтому нам особенно интересно пообщаться с Димой, узнать, как проходят его предсезонные сборы и вообще, как прошел его предыдущий сезон. Поэтому, Дима, передаем тебе слово. Рады тебя очень видеть. Да, спасибо, Марк. Рад вас видеть тоже. Всем здравствуйте. Как говорит Марк, всем бонжорно. Ну, для меня бонжорно. Потому что у меня утро, у вас уже вечер. Для тех, кто с тобой не знаком, расскажи о себе пару слов. Три основных каких-то... Три основные характеристики Димы Симышева. Ну, как ты уже сказал, меня зовут Дима Симышев. Я защитник команды «Экалокомотив». Мне 19 лет. Первый сезон он провел в КХЛ. Сейчас, как ты сказал, готовлюсь в Северной Америке. Это правильно. Я перебью. Не проспект Аризона, а проспект Юты. Да, это правильно. Да. Проспект Юты. Не знаю пока что звание. Не собираешься туда заехать, Дим? Я поеду. Я поеду в лагерь развития. Я просто думал, что официально еще клуб не имеет четко названия. И это только, скажем, вкуарно. И известно, что клуб Аризона Феникс не будет существовать. А Юта как новая организация создается. Правильно, да? Так и есть, да. У нас еще нет названия в Юте. То есть там есть голосование. Я не помню, честно, все там. Вот Юта, Мамонты, Юта, Йети, Юта, Веном. То есть еще пара названий есть. И там проводится голосование среди болельщиков за лучшее название. Тебе такое нравится? Мне нравится Йети и Веном. Честно. Мне кажется, Веном больше всего. Веном, мне кажется, очень классно будет. Красивая форма будет. И в целом цвета будут подобраны очень классно. Так, ну давай тогда вернемся к твоей. Я думаю, начнем мы с предсезонки. Начнем с плей-офф и вообще сезона в Локомотиве. Поделись своими впечатлениями. Ну, в целом, это был первый мой сезон на взрослом уровне. Полноценный сезон. Вот это уточняю. Начинался он достаточно для меня тяжело. Потому что на предсезонке я получил травму. На турнире в Казани. У меня кисть была травмирована. И, получается, я начинал сезон без игровой практики. Это было трудновато, честно. Я, то есть, вышел после тренировок, когда ребята уже сыграли два турнира. Было тяжело, честно. Но вот спустя, наверное, месяц-полтора я уже попривык к скоростям, к веселой борьбе. И в целом тренировочные, чем я помогли, это 100% ребята тоже из команды помогли. В целом для себя этот сезон, ну, если из пяти оценку я ставлю где-то три с плюсом, четыре с минусом. Ну, так вот. Потому что много моментов, где я мог сыграть лучше, я говорю, в целом, в общем. Но считать то, что сезон был плохой или какой-то травальный, я не могу. У меня даже язык не привлечет сказать. Я говорю и про свой индивидуальный, и про командный результат. Ребята, заберу ваше внимание буквально на минуту. От меня будет краткая, но полезная информация. В этом межсезоне проводится образовательный интенсив Nutrition Hockey по питанию и спортивным добавкам, который был специально разработан для игроков всех возрастов и уровней профессионализма, а также для родителей юных хоккеистов и для тренеров. Курс разработан на основе моего опыта работы с игроками национальной хоккейной лиги, континентальной хоккейной лиги, с игроками уровня национальной сборной, а также моего опыта обучения в лучших университетах Европы и мира. До конца межсезонья осталось не так много времени, поэтому переходите по ссылке в описании, становитесь лучше, прокачивайте свои знания и проведите это межсезонье с пользой. Вот если возвращаться к плей-офф, вы дошли до финала, для тебя в целом сложнее всего вот этот марафон плей-офф было выдержать в физическом плане или в психологическом, ментальном? Потому что два месяца, игры через день. В ментальном, 100%. В физическом я себя чувствовал нормально, вот правда. Я не самый слабый игрок, в принципе, в команде физически, и ментально было очень трудновато. Особенно финал, я помню, когда я вышел на первую игру, у меня потряхило нормально. Вот честно, прям нервишки у меня были так конкретно. И первая игра, у меня там первая смена, просто я выхожу и сразу выход в ноль у нас. Я просто думаю, ну все, у меня сейчас просто голову отрубят. Но тренеры помогали, в течение финала помогали со мной, разговаривали, как бы, и спустя там, ну, одну-две игры я уже как бы потрягал. Да, я не все игры играл в плей-офф, я не сыграл четыре игры, как я помню. Но ментально было очень трудно, потому что цена ошибки, она и так высокая, как бы, она и так для меня высокая, так как я молодой. А в плей-офф, она, в принципе, выше для всех, и у меня получается икс-2. И трудно было, но все мне помогали, как партнеры по команде, тренеры, родственники, родители, друзья, все помогали, все как бы понимали, что это трудно очень. Но ты согласен с тем, что не получилось сохранить игровой тонус за вот эту паузу после трактора? Я не могу это утверждать, но 100% это как одно из, я вот так считаю. То есть это совокупность факторов, потому что понятно, что это трудно сейчас говорить, но я считаю, что да, это совокупность была всех, в принципе, и то, что мы не скранили игровой тонус, это тоже повлияло. А что стало тогда вот ключевым, почему вот 0-4 в финале? Хотя все говорили, что Локомотив чемпион, все отдавали вам кубок перед финалом. Ну, то, что и говорили, это, возможно, тоже на нас повлияло, честно. Я не был прям таким ярым участником финальной серии, то есть я не играл по 20 минут одной игрой, четвертой не сыграл, но то, что я находился внутри, я не могу сказать прямо на 100%, что это, как я уже сказал, совокупность всего. И 100% это ошибки индивидуальные в голах, это, возможно, потери игрового тонуса, какое-то давление. Физически, я бы не сказал, что мы себя чувствовали плохо, мы себя чувствовали хорошо, но нет точного прям, точной причины нашего нашего выражения. Я думаю, тренеры, они это 100% разбирали, они могут нам объяснить, но я в целом сейчас старался понять, но сам до сих пор не понимаю. Для меня это трудно, тем более, я проиграл финал, получается, это мой первый большой финал был, я, как уже сказал, не принимал участия такого полноценного, но нам прям тяжело было. Вот мы когда проиграли, я вообще не расстроился, очень сильно. и на следующий день я еще помню, когда мы за молодежку играл, и мы еще там проиграли, я вот уже когда мы проиграли, в разделоке сижу, думаю, что это вообще сейчас такое было, что за два дня вообще худших в моей жизни это было сейчас. То есть вообще не очень чувствовал себя. Вот всегда после финалов обсуждают будущее команд, там закрылось чемпионское окно, не закрылось. Вот как ты считаешь, у Локомотива, у вас все впереди, вот этот финал, это лишь начало, или вы как-то упустили вот свой шанс, что нужно было здесь и сейчас, а потом будет сложнее? Ну, 100% то, что такой шанс дается, как бы, ну, как до этого Локомотива было, когда последний раз в финале играли, в 2008-м, в 2009-м, я, честно, не помню. 15 лет назад. Да, ну, 15 лет назад. То есть такой шанс, да, он дается, но я думаю, это зависит от нас, от всех, от каждого игрока в команде. То, что, я думаю, никто не согласен с тем, как мы сыграли в финале. То есть, никого это не устраивает. И 100% всех ребят мотивация в следующем сезоне будет двойная, если не тройная. И я считаю то, что мы можем еще раз такое повторить, только уже выиграть финал. Это 100% мы на это способны, когда я уверен в каждом человеке в нашей команде. Я хотела немножко вот задать, поговорить про ментальность. Вот ты говорил, Дима, что тебе помогали тренеры, игроки, партнеры, близкие. А как ты сам себе ментально помогаешь, как ты себя вытаскиваешь из серьезных ситуаций, когда плохая игра, или сам неудачно сыграл, или вот какая-то большая проблема? Что тебе помогает снимать стресс, как ты его снимаешь? Ну, в целом, мне кажется, ментальная подготовка это очень сильно зависит от твоего характера человека. Если человек характер, то есть, загоняется часто, расстраивается, то трудно будет. У меня, к сожалению, несчастье, у меня характер не такой, то есть, мне приносить, в принципе, какие-то тяжелые ситуации мне легче. И, как я помогаю, у меня мама, она по образованию как учитель и психолог, то есть, учителя, они все психологи. и она мне очень мудрые советы, так можно сказать, давала, тоже самая папа, как я себя из этого вытаскивал, да, в целом, просто понимал то, что мне 19 лет, у меня еще все впереди, и у всех случаются ошибки. Я это уже давно понял, то, что ошибки, это нормально. То есть, у каждого человека он ошибается и будет ошибаться, как бы ты этого не хотел. Ну и какие-то мои хобби, то есть, я очень полюбил в прошлом году медитацию и дыхательные практики. Это, ну, это классная вещь, правда, особенно дыхательные практики. То есть, я там, каждый день, через день делаю это. Вне зависимости, игра, не игра, то есть, как бы я, мне просто нравится. И это помогает, на самом деле, мои хобби, там, чтение, там, поиграть, там, в PlayStation посидеть, пообщаться с друзьями, там, чай попить, то есть, это все для меня снимает мой стресс какой-то. А с медитациями, это кто-то, с медитациями тебя кто-то влиял? ты кого-то посмотрел, может быть, какой-то пример у тебя в команде, либо в интернете ты нашел? Да нет, я отовсюду слышал много, как бы, и в YouTube, как бы, мне попадалась рекомендация как бы по медитациям. И в интервью где-то слышал, то есть, это отовсюду шло. Я, ну, я посмотрел пару видео, типа, про медитацию, мне интересно было, попробовал, поначалу трудно было, поначалу думал, да что такое вообще, ну, смысл, ты просто сидишь в тишине там 10 минут, как бы, что толку? Но, потом, когда я понял свою рутину, то есть, медитация, это не обязательно просто вот сидеть в позе, как бы, извините, сидеть в позе и молчать, как бы, у кого-то это молитва, это своего рода, тоже медитация. Попить чай, это тоже медитация, послушать музыку тоже. Как бы, я нашел свою медитацию, которая мне будет помогать с этим. А какая-то медитация, если не секрет? Ну, я люблю почитать, как бы, да, я люблю читать, музыку очень сильно я люблю, как бы, слушаю все, вообще, все, что возможно слушать. Чай, китайский, как бы, мне, у нас, как бы, просто, я не знаю, как назвать, Саша Ересин, он очень смеется. Нет, слишком назвать. Да, ну, просто, я не знаю, как назвать, как переводок. Он, он, как бы, мастер кунг-фу по чаю, как бы, я надеюсь, он мне, не скажет за это, но он, он знал то, что я пью чай, это было в прошлом, позапрошлом году, но он и дал мне попробовать еще дорогой чай, я влюбился в это, ну, правда, мне очень нравится. Как бы, я заметил, я в Америке вот здесь пытался найти чайный магазин, китайский, но я не нашел. Я бы так вот, купил и попил бы. Я просто с собой не брал, потому что, мне сказали, лучше не надо брать в Америку с собой чай. Ну, и вот, в принципе, помогать чтение, музыка, там, чай попить, то есть, в принципе, пообщаться с родителями тоже для меня медитация. Ну, и посидеть, как бы, в тишине, дыхательная практика, это тоже медитация для меня. То есть, у меня каждый раз, там, я лежу и 15 минут дышу, можно так сказать. Для меня это медитация. Раньше хоккеисты пили пиво, а теперь чай. Да. Отличный тренд. Есть такой. Я думаю, сейчас это и то пиво, в принципе, ничего не поменялось. Ну, больше появилось игроков, которые, скажем, уже ветераны, и они являются как раз такими хорошими примерами. Например, я знаю, Артем Блажаевский из «Трактора», которому недавно исполнилось 30 лет. Вот он тоже большой любитель чая, поэтому в каждой команде, на самом деле, сейчас, практически в каждой команде я могу назвать одного-двух игроков в разных возрастах, которые постепенно приобретают и популяризируют такие полезные привычки. Ну да, 100%. У нас в команде, в принципе, я могу сказать, что 90, даже нет, 100% в команде у нас все профессионалы своего рода. И каждый у нас человек в команде это пример. Как бы, поэтому и можно сказать, что мы дошли до финала, потому что у нас каждый приходил на вену и показывал какой-то пример для всех, в том числе и для молодых, для нас. У тебя есть какой-то четкий план, чего бы ты хотел добиться в рамках этой предсезонки, над чем хотел бы поработать? Да, в целом, я вот сейчас за сколько, ну, две недели, да, вот сейчас две недели я здесь в Фениксе и я очень в первую очередь об одном бросками усердно, то есть это, можно сказать, моя слабая сторона, я могу бросить сильно, да, я могу забить, но как бы, допустим, с 10 шайб, если я забью там 5, ну, вот это очень здорово для меня, то есть, а я хочу, чтобы для меня 5, это было минимум, чтобы я забивал, то есть, для меня 5, это уже было думать, типа, ты должен это делать и усердно, работа над бросками, в плане тела, физической подготовки, то, я думаю, в совокупности все, ну, набрать массу, это 100% немножко, то есть, пару килограммов, я думаю, это мне не помешает, мобильность, тоже, моих суставов, моего тела, это тоже очень важно для меня и, в принципе, максимальная моя сила, то есть, все мои показатели, там, скорость, там, если брать какие-то, например, в зале, там, жим, присед, спринт, велосипед, то есть, увеличить все, то, что у меня есть сейчас. А почему ты поехал в Америку и вообще, вот, надолго ты в Америке? Да, в Америке я до 6 июля, я улетаю 6 июля, я в лагерь развития еще поеду, то есть, как бы, я считаю, это будет интересный, хороший опыт, в лагерь развития съездить, и в России просто я, ну, у меня нет какого-то постоянного тренера в России, с которым я готовился в сезон каждый раз, есть один тренер, с которым я занимался очень-очень давно, я не буду называть имя, не хочу, но он сейчас немножко занят, как бы, в этом плане, и поэтому я так принял решение, то, что вот я съезжу в Америку, посмотрю просто, потому что в прошлом году я тоже часть, часть трензонки подготовился в Америке, мне очень понравилось, ну, правда, то есть, тут как бы, тут другая система подготовки, в России сейчас у нас тоже это популяризируется, но тут это уже давно, и мне понравилось очень, правда, я почувствовал прогресс, то, что я здесь позанимался, я сколько, полторы недели позанимался только, но мне понравилось, и вот в этом году решил, ну, полноценно уже здесь подготовиться, я поговорил все вот со штабом, тут Юта, Аризона, не знаю, как назвать уже правильно, у них штаб работает все лето, то есть, ты можешь приходить заниматься, и тут сервисмены, тренеры в зале, тренеры по развитию в плане молодых, то есть, там, на ГДУ, они все работают, и, то есть, я хожу заниматься залом на лед, и мне все нравится в этом плане, то есть, как бы, я работаю на тем, с чем я хотел бы. То есть, ты занимаешься с тренерами Аризоны-Юта, а вы как-то, может быть, с тренерами Локомотива состыковывали, там, план подготовки, потому что я знаю, что в некоторых командах КХЛ, там, дают рекомендации, связываются, там, с тренерами ОФП, с которыми ребята летом готовятся, у вас какой-то вот такой коннект был? Да, у нас был, как бы, разговор с тренером по физкой подготовке, я, в принципе, в прошлом году, мне давали план, я знаю, на чем нам нужно работать, у нас, как бы, не меняются требования, то есть, я сказал то, что мне надо вот это, вот это, и они сказали, все хорошо, будем над этим работать, как бы, и наш тренер по подготовке, Локомотив, он об этом знает, то есть, мы с ним не созванивались, но в конце сезона, в мае у нас были сборы, там, для молодых ребят, он нам сказал, и как бы, он об этом все знает, как мы готовимся. А вот расскажи вообще, с кем ты занимаешься, с кем ты тренируешься, вот какая специфика, вот у вас в Фениксе сейчас? Специфика у нас каждый, ну, не каждый день получается, с понедельника по пятницу у нас тренировки, 3-4 льда в неделю, и получается 5 тренировок в зале. Система у нас в зале, у нас состоит всегда, это 3-4 блока, то есть, допустим, у нас разминка, и первый блок состоит из 4-х упражнений, 3 круга. Второй блок, тоже 4 упражнения, 3 круга, и третий блок, это 3 упражнения, то есть, каждый блок, он за что-то отвечает, допустим, первый блок, это взрывная сила, второй блок, это максимальная сила, третий блок, это там, допустим, мышцы коры, и там, можно сказать, мобильность. И четвертый блок, в зависимости от дня, это как кардио, тренировка, то есть, это байк, либо небольшое ускорение, либо какие-то другие упражнения на кардио. На льду я работаю, как бы, катание, броски, катание, броски, я чередовал. Тренируюсь, тут ребята, Ли Мубрайан, из Ризоны, Алекс Керфут, Ян, Яник, он в АХЛ играл в прошлый сезон, еще тут парень, я вот с ним, я больше всего прожил, Меврик, Ламерун, он в прошлый сезон играл в Лиге Квебека, четвертого года, я вот с ним, он на крануне сейчас, то есть, у него реабилитация идет, но он тоже с нами. На льду я один на один занимался всегда, в основном. Ну и также здесь, я вот на руку говорил, в раздевалке у нас Мэтьюс и Келли, то есть, как бы, Мэтьюс, он сам же отсюда, ну, он в Мексике вроде родился, как я помню, но вырос здесь, и, как бы, я с ним не выходил на лед, но, в принципе, очень классно, видеть человека, который, как бы, играет в МФЛ на таком счету в этой виде, как бы, и вот он сидит рядом с тобой в раздевалке, то есть, это совсем, очень странно для меня, но очень крутое. А Остен уже тренируется, у них, как бы, просто сезон уже относительно недавно закончился. Да, он тренируется, но я не знаю, насчет зала, на лед он ходил, как я слышал, у него есть много тренеров, там, мобильный с растяжками, имеется в виду, тренер в зале, он занимается не с нами, он занимается с тренером, вроде, который в студенческой команде работает, резонно стоит. А на лед он ходил тут с тренером, его зовут Брайан, он был как тренер по технике, можно сказать, то есть броски, дриблинг и так далее. Какие-то, может быть, секреты подготовки у Остена выведал, вообще он рассказывал, там, про свою рутину, про свое питание, про свою подготовку? Я в целом не с ней не общался, вот если бы я увидел вчера или позавчера, я бы с ним пообщался, правда, мне интересно, но до этого, как-то я, можно сказать, стеснялся подойти, я, в принципе, не спрашивал, я вот знаю, то есть про тренеров разных, про пилатесу и так далее, про питание, я много не знаю, как бы, но знаю то, что он за ним следит, то есть, как бы, сильно следит за ним. Какие-то секреты подготовки тоже нет, ну, я вижу то, что он, можно сказать, фрик в плане своей формы, то есть, одну тренеровку, он пришел просто с тремя коробками на лупеньков, то есть, три коробки на лупеньков он пришел, я думаю, ну, у него пять пар крак, четыре пары на локотников, то есть, он такой, он меняет постоянно, как я понял, либо он просто пробует что-то новое, то есть, вот это я единственное заметил, то, что я сам видел. А клюшек у него там, наверное, вообще целая машина? Ну, клюшек у него не так много было, у него было клюшек здесь штук семь, но они все были одинаковые, то есть, знаю, то, что у него еще 80 флекс, все. А вот как-то Остин, он держится как звезда, или он как бы такой свой парень в раздевалке, ты просто стеснялся там к нему подойти? Да, я просто стеснялся, не, он вообще, он по общению, то есть, такой, додрак, можно сказать, то есть, он общительнее, постоянно разговаривает, он не ведется как звезда, мне кажется, тут таких ребят очень мало, я пока что никого не видел. Ну, я надеюсь, когда у нас выйдет выпуск, мы, может быть, дополним какими-то материалами, когда Дима успеет где-то пересечься с Мэдисом, чтобы рассказать наше. я сам хочу. Ну, вот про питание, давай также поговорим, разница в Америке и в России, мы с тобой как раз начинали общение по поводу твоей поездки, ближайшей в Америку, когда ты еще в отпуске был в Турции, и проговаривали то, что, возможно, нужно будет что-то думать и решать с питанием, но по факту, как я вижу, сейчас ты не сталкиваешься ни с какими проблемами, у тебя все очень четко организовано. Да, у нас потому что, ну, начнем в плане продуктов, то есть тут магазин, он огромный, я могу выбрать продукты очень хорошего качества, что, в принципе, я и купил, то есть проблема там тоже продуктов, вот там много сахара, некачественного, никакого нет. Надо просто знать магазин, ну, как у нас в России, практически ничего не отличается. В плане еды, завтракаю я всегда здесь, как бы я вот купил кашу, протеиновую, и чередую ее, то есть я могу приготовить там омлет, кашу, там или вот скир, с гранолой, помнишь, по-моему, что с тобой это обсуждали. И обед, ужин всегда у нас, как бы, есть на арене. Вот так вот нам накладывают после этого мероприя еду, вот, сегодня лазанья, вот по таким типам, раздаешь, тебе накладывают, мило. Конечно, сначала еда оказалась мне специфической, достаточно, то есть у нас немножко другая как бы еда в России, но это понятно, как бы совсем другая культура, это, я думаю, нормально для этого. Но выбор, как бы, не прям, чтобы огромный, но в целом, достаточно неплохой, то есть там рис, курица, рыба, один раз была, все вкусно, очень как бы, и приготовлено, как бы, из качественных продуктов. Если я, допустим, на арене не брал ужин с собой, тут кафешка есть рядом, протеин хаус называется, там очень вкусный болот, то есть там всегда можно выбрать кинуа, рис, еще какие-то другие круга, там булгур, и на выбор, допустим, индейку, лосось и так далее, и овощи. Я вот, наверное, раз в 3-4 заказывал, тут все очень вкусно готовилось. То есть никаких проблем в плане того, что там труднодоступные, никакие не было. То есть я, в принципе, понял, где нужно что-то заказывать, где с собой я могу взять, чтобы покушать. А вот в чем отличается, ты сказал, что есть разница там с российским питанием? Ну, ты просто перечислил, там рис, рыба, в принципе, вроде то же самое. Да, ну вот, допустим, тут очень любят, как я так понял, может, это только вот здесь, в Фениксе, картошку в сырном соусе. Ну, картошка в сырном соусе, я не знаю. Ну, как бы картошка в рис с сырным соусом, я знаю, что такое. А картошка запеченная в сырном соусе, я не знаю, что это такое. как бы, я это раз пробую. Ну, я ее не взял, конечно, я так попробовал немного, но я другое взял. Именно в плане, еще еды тут бывали, никогда давали мне, там, отдельно рис, там, допустим, углеводы, белок, там, овощи, а все собирали в сэндвиче. То есть, лежали у нас там три вида сэндвичей, и, то есть, можно взять все, что угодно. То есть, для меня это тоже странно, в основном, как бы, я привык после терялки кушать всегда отдельно, для меня это тоже было непривычно. Какая-то еда в плане, много, много соусов, то есть, уже все готово в соусе. У нас, как бы, в России, мне кажется, отдельно готовились всегда углеводы и белок, и ты сам, там, по вкусу добавляешь в соус, и что ты хочешь. Тут сразу готовилось в соусе, все, как бы, и гарнир, и белок, и это тоже для меня так было непривычно, потому что, допустим, я не люблю курицу соусом, есть, я люблю вот просто чистую курицу есть. Вот, это такие ярые отличия, которые я заметил. А вот в целом, если говорить про твое питание, вот, насколько я понимаю, у тебя оно такое достаточно простое, или есть какие-то, вот, может быть, фишечки, секретики, какие-то продукты, вот, которые, там, не самые банальные, которые у тебя есть постоянно в рационе, там, в России, может быть? как в плане простое питание, ну, у кого оно не простое, в плане, я думаю, простота это и самое главное, то есть... Сергей Федоров, когда там играл в НХЛ, он там ягоды Годжи ел, например, когда там в России еще вообще никто о них не слышал. Ну, может, я бы как-то не дрозу с такого. Мы, наверное, Дим, просто приводим пример, тебя сравниваем, например, там, с питанием Макинона, где, видишь, есть очень много особенностей его питания, и в том числе и другие, там, спортсмены именитые, вот, у них есть свои, именно, своя диета, назовем ее так, вот, поэтому в контексте твоего питания, я, как от лица человека, который стоит работать, могу сказать, что у нас нету таких концепций, где у нас была бы задача элиминировать какую-то конкретную группу продуктов питания. Мы, наоборот, стараемся выстроить как можно более разнообразное питание, и с учетом спокойного аллергологического анамнеза, то есть никаких аллергий в анамнезе у Димы нет, поэтому питание максимально разнообразное, калорийное, исходя из антепометрии Димы, и еще потенциала для роста, я в первую очередь говорю, мышечной массы, вот, поэтому здесь больше будет, наверное, понятнее для зрителей, если ты конкретно вот скажешь, что ты ешь в сезоне, и сейчас там на завтрак, обед и ужин. в целом, я думаю, это плюс для меня, то, что я всеядный, могу есть все, это правда, я думаю, это хорошо, в целом, из каких-то секретов, то, что у меня есть любимая еда, я люблю лазанью, правда, люблю лазанью, особенно, когда мама готовит, я люблю очень сильно ягоды, то есть в сезоне я в России очень много стараюсь покупать ягод, то есть для меня это постоянно, то есть я завтрак, на ужин, на перекус, у меня постоянно ягоды есть, то есть голубика, клубника, ежевика, я все стараюсь, здесь тоже я постоянно беру ягоды. Молочные продукты в плане, я люблю вот греческий йогурт или скир, вот здесь скир для меня это открытие с того в этом сезоне, скир я не знал, что это такое, но я купил, и мне как бы он нравился больше, чем греческий йогурт, тоже люблю его. В плане сладкого, то есть я не какой-то фанатик, то есть я не прям не могу жить без сладкого, то есть понятно, что мы все любим сладкое, но менее такого, что я не могу без него, то есть фастфуд, газировка, то же самое. Но в целом мое питание, ну да, я бы сказал, это простое, как бы питание, но достаточно полезное, то есть на завтрак, как я уже говорил, это самые банальные продукты, это греческий йогурт или скир для меня с грановой, и там тост с авокадо или с рексовой пастой, то же самое каша, омлет, омлет, кстати, вот с сыром или сделать там с моцареллой, блин, просто очень вкусно, Марька, вообще, очень вкусно, вообще обалденно, да. Сыр я, кстати, тоже очень люблю, вот тоже уточню, у меня в Костроме, откуда я родом, там есть сыроварня, называется такой ресторан, и есть рядом, как бутик сыра, там продается костромской сыр, и в целом, как бы, ну, возрубежный, так сказать, итальянский. Я очень люблю сыр, то есть я часто его покупал, прошу родителей, чтобы покупали, это, можно сказать, моя сломость, потому что сыр, мне очень нравится. Моя любимая, так сказать, итальянская маркета, как этот на заметку. Это он метит, чтобы в гости приехать. Да, да. Не, я хотел, я хотел приехать в этом году, у меня есть мейшиньен, но вот не получилось, то есть там планы немножко не сошлись, как бы я уже готов был ехать, вот в начале мая. Так, дальше там, про обед. Я люблю пасту, потому что итальянская, то есть пасту, больше в томатном соусе, как бы у меня вот любимая, я всегда люблю готовить ее дома, и прошу маму, чтобы она меня готовила, если есть возможность. Паста для меня, это как бы фаворит на обед, я чаще всего ее, или рис, чаще всего рис, как бы из других крупов выбираю. И в основном на обед, это какая-то курица, индейка и так далее. То есть рыбу, я стараюсь всегда ездить на ужин, вот не знаю, просто ну привык, что для меня рыбы, это всегда ужин. И также на ужин стараюсь есть кенуа, булгур, или вместе кенуа с булгуром. То есть для меня какие-то такие специфические крупы, которые я не ем на обед, я стараюсь перевести на ужин, чтобы у меня обед, завтрак, ужин были разнообразные, чтобы как-то мне не надоедало одно и то же. Ну и стараюсь, понятное дело, все микс салат. То есть для меня важно, чтобы каждый прям пища, я получал удовольствие от этого. Это вот самое главное. Потому что, мне кажется, без этого как бы питаться правильно, это ну трудно. А напитки там, кокосовая вода, может быть какие-то соки, или там минералка, кофе? Минералку очень люблю, да. Вот сам пилингрен сейчас тут пью просто постоянно, вот прям постоянно. Ну у меня дома в основном как бы это либо вот минералка, апельсиновый сок, это мой любимый. И я здесь полюбил, кстати, вот каждое утро пью, тут появляются такие шоты из... Там есть имбирь, перец острый и какие-то еще экстракты других, как не знаю, ну ягод, возможно. Ну и там написано, допустим, пробиотик, написано для иммунитета и так далее. То есть есть разные шоты. И вот мой любимый шот называется Wellness. И ты выпиваешь, он острый, но очень вкусный реально. Он острый, но прям имбирь все спасает. И вот полюбил вот это. Я думаю, в Россию сейчас приеду и найду вот это. Мне очень понравилось. Да, да, есть. У нас пути вкуса есть. Ну, у меня нет пути вкуса. Я расслабляю. Ну да, я найду, классные. А еще из напитков Бестил. Здесь полюбил тоже постоянно пиву. Да, в целом нет такого что-то. Вот минералка, апельсиновый сок, вода, само собой. Кофе тоже я люблю. Утром пиваю, но я стараюсь пить только утром. То есть я не могу пить. Вот для меня это ритуал. Вот можно проснулся, позавтракал и выпил кофе. То есть днем я ну очень редко пью. И, ну, в основном я люблю это без молока. То есть либо американо, либо эспрессо. Для меня это, ну, самое любимое. А расскажи о добавках, которые ты принимаешь. Что всегда вот у тебя с собой? Всегда с собой? Ну вот в сезоне, как бы понятно, по рекомендации Марка я принимал все, что у меня было, рекомендации. Но если брать, как бы что всегда, я думаю, то это витамин D, это 100%. Протеин. По каждой тренировке, то есть как бы без исключения. Как бы я даже в Турции старался где-то найти, когда вот на отдыхе был, протеин после футбола пить его. Ну и думаю, вот здесь я пью сейчас слив комплекс вот дизайн фаспорт. Но в целом это мелатонин. Я всегда стараюсь его брать, потому что, ну, мне помогает это. Ну и правда, то есть для меня это важно. То есть мелатонин выпить перед сном сто процентов. То есть это вот три дозы, я думаю, всегда у меня. В сезоне ты тоже разве все время мелатонин пил? Ну, в зима я пил в сезоне. А, там, в личном, которые, которые макслеровские были с мелатонином. Да, да, ну вот до зима я всегда пил мелатонин. У меня вот три миллиграмма был, я его пил. Здесь, сейчас издобавок, в принципе, ну, Марь, ты можешь мне помочь, если я забуду, что-то. У нас мультивитамины. Правильно? ну, я, кстати, заказал дизайнерспорт, так, отойдем, заказал, чтобы ты знал, который ты говорил. Но сейчас я пью вот Торн, который мультивитамины, утренние, также креатин, омегу, БЦА на тренировке, разложен у меня Xtent здесь, вот, Слип комплекс, магний, витамин D, я пью два раза в неделю, вот, 5000 дозировка, потому что, вот, у меня нормальный уровень витамин D, и принимать нам его не надо. Что еще? Витамин C я пью протеин, само собой, казеин, я не всегда его пью, то есть, когда я чувствую, что я голодит, перед сном, то есть, что-то перекусил, я вот казеин с собой на арене брал, то есть, насыпал мешочек и здесь разводил просто его. что еще уж, я не помню. И при воркаут, который с HME. вот это, да, вот это клин атлет, при воркаут еще пью. И, в принципе, вроде все дозвол, да. А, шлаган. И последняя шлаган должна прийти, да, клин атлет. Куркумина я сейчас пью от Торн, но на время, у меня там немного далее, потому что сейчас я переду Майами, у меня там уже будет куркумин комплекс. А у вас как-то вот в Аризоне какие-то витамины, какие-то добавки есть на арене, или ты все только вот сам заказываешь? Как вообще это устроено? Может, там вам рекомендации давали? Я ничего не заказывал, я просто подошел как бы тут к Карлу зовут. Он как по питанию здесь главный. То есть, он нам делает коктейли, завтраки готовит, когда нет повара. Ну, повар, просто он в отпуске был в это время, когда я здесь был. Ну, последние несколько дней он был здесь. И я просто ему показал виск, говорю, мне нужны вот эти витамины. Он просто мне собрал пакет и все дал. Там понятно, что не все витамины были. Он говорит, у нас там, потому что в основном все в дьюти будет сейчас. то, что это последняя претисезонка здесь в Резоне, потому что все объекты, то есть там, лед, зал, это все владельцы предыдущих. То есть, это в будущем как бы уже не наши, можно сказать. Ну, например, наши, их точнее, наши. И он мне просто все дал. Если мне что-то надо было, он мне заказал и все. То есть, как бы я ничего не покупал. Рекомендации, как бы, он говорит, если тебе что-то надо, обращайся. Как бы, ну, я с Марком консультировался по питанию, по добавкам. Но единственное, как бы, что он бы разводил витамин, витамин, точнее, протеин после тренировки. И я допросил его корректин добавлять туда. И все. То есть, в целом, никаких рекомендаций он не давал, но если я спрошу, то он даст их. А вот слушай, ребята, с которыми ты тренируешься сейчас, они тоже такие прошаренные в плане добавок? Я думаю, они принимают добавки, но сейчас они не сильно, как бы, обращают на это внимание, могут их сказать. Вот, Меврик, парень, четвертого года с кем я тут тусуюсь постоянно. как бы, за питанием не так следит. То есть, я бы сказал, ну, другая культура, можно так сказать. То есть, для них, там, съесть какой-то бургер на обед, может, сэндвич, это нормально. Я не привык это есть на обед. Понятно, что я люблю бургеры сэндвичи сто процентов, но я не привык это есть. А по добавкам, как я увидел, мне интересно было, он принимает куркумин, комплекс, и ему сказали, вот, у него тоже травма плеча была, и он куркумин принимает, креатин, протеин, и... А, ну, и тоже слип комплексом пьет. Все. Это вот все, что я видел. Ну, старшие ребята, то есть, я не видел, чтобы добавки принимали. Кто-то что-то подходил из шкафчика там доставал, брал, но вроде это витамин D был, и, ну, протеин, наверное, для всех. Все ее после мелки его пью всегда. Дима, вот смотри, тебе 19 лет, а ты очень прошарен в теме здорового питания, в плане добавок, ты не просто там принимаешь, а понимаешь, что, зачем. Вот расскажи, в каком возрасте у тебя уже вот появился интерес к этому, и что стало причиной, почему ты довольно рано понял, что это там важно, что это может помогать тебе как-то, или кто тебя натолкнул на эту мысль? Ну, наверное, вот этот весь сезон, как бы, я уже, в принципе, все понимал, наверное, в позапрошлом году, в начале сезона, как бы, я в целом, ну, на базовых, как бы, каких-то знаниях, я понимал, как нужно есть, что нужно есть перед игрой и так далее. Но, я вроде посмотрел видео кроме Кинена тогда, и мне стало интересно, типа, думаю, блин, что он питается, как бы, ну, он точно что-то знает, если как бы он на таком уровне играет. И, в целом, началось, как бы, я начал смотреть постоянно, учиться, да и, в принципе, спасибо им родителям, воспитание, у меня было такое, то, что я никогда не был каким-то, как назвать-то, ну, не хочу говорить плохие слова. Без призывовником. Рез гильдяем. Рез гильдяем. Да, вот так сказать. Рез гильдяем. Я никогда не был, то есть, я всегда старался следить за собой, за сон, питанием, то есть, тренировался я, в детстве всегда много, то есть, я помню, понятно, что заставляли, кого не заставляют тренироваться в детстве, но тренировался я очень много. И, потом, как бы, я уже сам, как-то к этому пришел, начал смотреть, постоянно читать, мне стало это интересно, и вот в какой-то момент думаю, блин, я хочу быть просто, в 19 лет хочу быть зверем, хочу биохакером быть, и вот думаю, буду, буду правильно питаться, буду следить за собой, сам развиваться и так далее, то есть, мне это в кайт, мне это нравится. Поэтому, что, как бы, я себя даю какие-то, как бы, вот на отдыхе, как бы, я в целом, я старался пытаться правильно, на отдыхе, понятное дело, что я кушал сладкое, пил газировку, но пил постоянно коллозиро, вот это, ну, точнее, коллозиро постоянно пил. Да, алкоголь, как бы, я, не, как бы, не люблю, я не пил, в целом. Я, понятно, что, как бы, я пробовал, но мне не нравится, то есть, для меня это, как бы, что-то непонятное сейчас, пока что. Я понимаю, почему это может нравиться людям, но для меня алкоголь, это, ну, мне вообще никакой, я не могу просто в сезоне, как бы, употреблять, там, пиво, вино, потому что, я не могу жертвовать своей подготовкой, своим восстановлением, потому что игры через день, как бы, то же самое. вот, на отдыхе, как бы, я, в основном, как бы, старался кушать правильно, но и давать себе чекнел, небольшие. И вот сейчас тоже, как бы, я понимаю, то, что мне нравится то, что я делаю, мне нравится пропагандировать в будущем, я хотел бы это делать, второй образ жизни, и питание, потому что, я считаю, что это очень, очень важно, особенно, в будущем, я думаю, это будет, очень важно в НХ, потому что каждый игрок, мне кажется, будет сидеть за питанием, за своей подготовкой. И, я думаю, чем раньше ты это поймешь, насколько это важно все в совокупности, то это тем лучше для тебя будет. Дим, а с приходом в первую команду, ты, в Локомотив, ты заметил, появился какой-то для тебя дополнительный импульс, за счет того, что тебя стали окружать больше игроков, которые интересуются темой питания, и в том числе, работа медицинского штаба. Ну, сто процентов, да, как бы, ну, я говорю, как бы, я очень благодарен, можно сказать, Сане Ильичину за это, потому что, Саня Ильичин, я подумал, это биохакер, как бы, и я смотрел на него, как он питается, в принципе, как он готовит себя к матчам, то есть, разминки, заминки, восстановление и так далее, ну, можно сказать, что вдохновило, так громко говоря, и я тоже стал стрелить за собой, сто процентов, как бы, это на меня повлияло. Не только он, многие ребята, Андронов, Сергей, то же самое, вообще, то есть, это влияет, думаю, на всех, как бы, не только на меня, каждый игрок молодой, кто придет в команду, и будет, будет команда профессионалов, это на него повлияет. Это можно совсем считать, не только там с питанием, то же самое, там, человек, который не разговаривает на каком-то языке, допустим, на итальянском, возьмем, например, его в Италию просто привезит и ограничь его в своем родном языке. Но он через какое-то время начнет говорить на итальянском, питаться как итальянцы, у него будут привычки итальянские, потому что мы в этом обществе. Я думаю, это, в принципе, про все в жизни, не только про питание и здоровые привычки. А можешь рассказать, какие у тебя есть гаджеты, приложения, которыми ты отслеживаешь свои там показатели, там, может быть, сон, здоровье, вот в целом, что ты используешь? Ну вот у меня ВУП, есть браслет, вот он также повлиял Саша Елесин на это. Я видел, я давно хотел его заказать, вот очень давно, я увидел то, что он у многих команды есть и заказал только себе. Ну вот слежу, как бы сон, тренировки, в принципе, все. Какие-то еще приложения, у меня есть приложение для медитации, то же самое, там просто звуки, голос на фоне играет, то есть мне, ну, это нравится, то есть это прикольно, помогает. Какие еще приложения? Да, в принципе, какие-то приложения, есть приложения, где у меня еда, то есть я просто биваю в поиск, допустим, там, не знаю, тоже картошку в сырном соусе и там граммовка, допустим, там 150 грамм, и там выдается калорийность. Ну, просто если как бы я что-то хочу съесть, такое, что я не знаю, как бы я иногда могу быстрее калорийность от этих продуктов. Ну, я думаю, в принципе, все-таки, как бы три приложения, которые я использую, но я думаю, больше как бы и не надо. В принципе, все, что мне надо, у меня есть. А ты примерно там рассчитываешь калорийность, которая у тебя в течение сезона, во время тренировочного процесса, сколько вот ты потребляешь калорий? Я не прям считаю, я интуитивно понимаю, сколько мне нужно есть. Я уже, в принципе, понял, что для меня нормально, что много, а что мало. Но вот сейчас, мне кажется, то есть, 3000, 2500 калорий, это как бы, ну вот, как я себя держу, пытаюсь. Ну вот вчера, допустим, день был, я потратил 3300 калорий, то есть я немножко побольше поел. Ну и в целом, 2500-3000, это вот сейчас на предсезонке, в сезоне это больше. В сезоне, я думаю, это типа 2800, там 3300, 3400, вот так вот. Просто вот по поводу калорий, я там вспомнила, что в прошлом году был текст, и тренер УФП Сент-Луиса говорил, что на предсезонке там хоккеистам нужно съедать по 5000 калорий. Вроде бы, такое достаточно внушительное, какое-то внушительное количество калорий, насколько это оправдано. Вопрос к антопометрии, то есть в зависимости от того, если у нас игрок там 60 кг, а другой 90, то, конечно, им нужно разное количество калорий. Ну и плюс, если мы будем брать рекомендации, сколько нужно реально съедать, то 55 ккал на 1 кг массы тела, это вот такая на самом деле самая нижняя граница, которая дается. А так можно заходить выше, даже на 65 ккал на килограмм массы тела. Поэтому цифры там в 4500 ккал и суточная калорийность, это не звучит на самом деле как что-то экстраординарное. Да, ну и в целом, я думаю, зависимо от тренировок, как бы, ну и возраст, потому что у нас всегда пульсометры на тренировке, в зале, я вот сравниваю себя с другими ребятами, которые тренируются, у меня всегда калорий, ну на 200-300 больше, минимум, вот всегда у меня больше калорий, ну потому что я, я как бы младше их, да, и масса, как бы, и у меня битаболизм работает, я думаю, еще по-лучше, чем как бы у взрослых ребят. Ну и как бы, понятно, для меня, как бы, если я думаю, если я съем 5000 калорий за день, и на следующий день потренируюсь, мне как бы, я не завечу этого, вот честно, то есть как бы, для меня это нормально, как бы, ну понятно, что я еще, мне 19 лет, то есть я говорю, я сжигаю калории быстрее. А вот есть ли у тебя какие-то, может быть, свои методы восстановления, понятно, что там сон, это лучшее восстановление, но что еще тебе помогает? Я люблю использовать пистолет, пробираясь после игр, также в этом сезоне хочу купить себе штаны, драматеки, я их использовал, то есть я брал в команде, у меня просто их не было, сейчас хочу свои купить, холодные ванны, люблю очень, то есть я, не каждый день, как бы, ну через день, через два я отхожу, перед играми, то есть за день, три игры каждый раз, в основном баня, сон, понятное дело, плавание, мне нравится, в принципе, мне кажется, и была возможность, я бы не расставлю, пошел в керокамеру, попробовать, мне кажется, это классная тема, то есть я ни разу не был, но слышал то, что это очень сильно помогает восстановлению, в принципе, все, как бы, есть какие-то способы восстановления, я стараюсь, как бы, использовать, меня это какого-то фаворита, в целом, совокупности, все я использую, то есть в зависимости от дня, и сон, понятное дело, да, ко сну я отношусь очень трепетно, так сказать, сейчас, как бы, не так, как в сезоне, в сезоне, то есть я за час убираю, в принципе, телефон до сна, температура, понятно, полный блок-аут в комнате, это 100%, и, ну, читаю перед сном, то есть для меня это важно, ну, и в добавке, также мелатонин, или вот слип-комплекс, как сейчас. А ты, Дим, в одном интервью сказал, что хотел бы, возможно увидеть с Леброном Джеймсом и задать ему вопрос, как он там в свои 39 или 38 лет остается на пике формы, вот ты не первый, кто упоминает Леброна, мы вот с Данем и Романовым общались, он тоже про него говорил, можешь уточнить, что конкретно тебе нравится в Леброне? Ну, во-первых, сколько, ему 39 будет в следующем году, или 40, не помню, и, я думаю, показатель 20 лет уже, как он в лиге, он каждый раз попадает на мать звезд, ну, как бы, это показатель, как минимум, во-первых, то, что он в лиге, в таком возрасте, он самый, самый старший в лиге, и он один из лучших все равно, то есть он набирает 25-30 очков за мать, какой-то показатель, и как он выглядит, ну, он зверь, он просто зверь, он выглядит, он огромный, и он тратит на свое тело, и точно, не помню цифру, но 2 миллиона долларов в год, на свое тело, на свое тело, больше миллиона, это точно, ну, да, больше миллиона, ну, допустим, возьмем полтора миллиона долларов в год, это сумасшедшая сумма, то есть, как бы, понятно, что он зарабатывает, я видел то, что он миллиардер, в принципе, если брать его все сбережения, он миллиардер, первый баскетболист вроде, миллиардер, но все равно тратить полтора миллиона долларов в таком возрасте, когда ты уже, можно сказать, достиг всего, чего только ты только мог, он все равно следит за собой, и я подписываю на него в инстаграме, сейчас, когда предсезонка идет, он выкладывает истории, допустим, там, стол и куча добавок, и он пишет, это то, что я делаю каждый день, или там выкладывает историю, там, у него наколенники, которые вот эти Hyperice морозят в колене, и то же самое ботинки, я, кстати, не видел, есть такие ботинки, Nike, коллаборации с Hyperice, то же самое, это типа для, как кроссовки, только высокие, они для гельнастопов, они то же самое, там вроде идет контраст, то есть горячие-холодные, горячие-холодные, и он тоже самое выкладывает истории, пишет, это то, что я делаю каждый день, это то, что меня сопровождает на побежение 20 лет, то есть, самая ментальность его, как он, как Маккино, то есть, как Маккино, только в баскетболе, как он относится к себе, к своему телу, это просто, это очень здорово, это может сказать, идол, вообще. А еще кто-то есть у тебя примеры такие, как Леброн? Ну, в целом, в баскетболе, если брать, или вообще? Нет, вообще, вообще, я знаю, что ты любишь баскетбол, но давай еще о чем-то. Да, баскетбол люблю. Ну, баскетбол я еще назову Янис, от Эта Кумба, из Милуоки. Он, он, сколько рост, два десяти выше, то есть, он выше Леброна, но он выглядит просто как, тоже как зверь какой-то. У него процент жира, во-первых, маленький, и он тоже, он постоянно тренируется, мне тоже нравится. Из спорта, ну, это дело Маккина, Макдэвид, все ребята, те, кто бы нахалил на высших ролях, они стопроцентно следят за собой, я это знаю, как бы, и то же самое, они очень вдохновляют меня. Из других видов спорта, и теннис, я, ты любишь теннис, смотри, я тоже люблю его, но я не так как бы много знаю про него, в принципе, узнаю про игроков, как они готовятся, и как питаются, ну, из твоего канала в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на канал Hockey Health. Вот он, нативная реклама. Да, 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 Я узнавер, в принципе, ну, тоже, то есть, я думаю, все сейчас одни из самых сильных теннисистов в мире, они все следят за собой. Я думаю, в каждом спорте все лидеры, в своем спорте, они в какой-то мере профессионалы своего дела, это 100%, и, ну, биохакеры, если можно так назвать, то это тоже. В каждом спорте. А если вот менталити брать, просто как раз больше всего интересует, знаешь, ты говоришь, вот я такой, у меня такой психотип, что я даже в 18-19 лет, но меня не берет в мандраж, я как бы очень спокойно ко всему отношусь, но ты знаешь, как тоже Джоковичи спрашивали, вот у вас есть дар, вы одарен, у вас есть гений в том, что вы умеете настолько вот хорошо находиться в фокусе в процессе игры. Он говорит, это не дар, это моя плодотворная работа. И вот здесь, возможно, у тебя тоже есть еще какие-то role models, на кого ты ориентируешься именно в плане мышления. В плане мышления, ну, не, понятно же дело, что у меня есть мандраж, это 100% у меня он есть. Ну, он должен быть, у каждого есть, но как ты с ним работаешь? Работаю как, но если брать из футбола, к примеру, вот именно ментальный человек от Роналда, ну, как бы он зверь в плане, даже на интервью, я помню, он говорил, как бы, вот это интервью, как бы, он говорит, кто в Испании типа до меня забил больше голов на выезде, чем я? Он говорит, типа, вы не можете ответить. И просто взял и ушел. То есть, он, в принципе, он для себя самый лучший. То есть, он всегда со всеми соперничает. Мне нравится вот это. То есть, я тоже люблю, ну, я самовереный человек в себе. То есть, правда, там, я, ну, самовереный в хорошем плане. То есть, я, если мне будут говорить, типа, ну, вот он лучше тебя, я скажу, типа, чего? Он не лучше меня. То есть, я всегда везде стараюсь соперничать. Мне это в кайф, мне это нравится. Из баскетбола, например, Энтони Эдвардс, тоже, он звер. Он самоуверенный в себе. То есть, на каждом интервью даже у него спросили, типа, если Майкл Жордан был бы вот в наше время сейчас, типа, он смог бы тебя обыграть? Он такой сидит, говорит, типа, типа, не, он не обыграл бы. Он, типа, говорит, не, вообще, 100% не обыграл бы. И в этом он весь вообще и в жизни, то есть, всегда. На паркете тоже, в баскетболе, он всегда так говорит. И я, то есть, стараюсь так же, таким же быть. Я с детства был такой, ну вот, для меня соперничество это в кайф. То есть, с кем-то там подраться, понятно дело, это я не дерусь, в принципе, ну, не часто. Как бы, я дрался, но не сейчас. Без проблем. То есть, как бы, соперничество для меня это самое главное. Я думаю, это то, что движет, в принципе, твоим саморазвитием в спорте. Так, ну что, Даш, у тебя еще какие-то вопросы есть? Мне кажется, такая очень мотивирующая концовка. Я прям зарядилась морально. Да, после такой концовки надо идти тренироваться уже, а не спать. А как ты, кстати, вот у тебя сегодня выходной, как ты его проводишь? Ну, вчера был тяжелый день, я, во-первых, выспался, это в первую очередь. Сейчас я, наверное, пойду в бассейн, у нас тут есть, немножко поплаваю, и вечером мы живем в районе Скоттсдейл, тут, Фениксе. Это такое место, где много ресторанов, баров, клубов, ну, тусовочное место. И мы забронировали вчера столик в ресторане, в стейхаусе. Вот мы съездим вечером посмотреть, в принципе, на центр этого района. Говорят, что очень красиво, то есть погулять. Потому что я нигде не гулял здесь в Ризоне, вот поеду, погуляю. Но в целом, сегодня отдыхать было, то есть то же самое. пистолетом промассирую себе места, которые у меня забиты. Схожу в бассейн, днем посплю, наверное. То есть ничего такого, естественно. А хоккей будешь смотреть? А, сегодня хоккей, да? Вчера баскетбол, был сегодня. Ну, да, конечно. У меня как раз в 5 часов по этому времени. Ставки будут? Да, не знаю. Слушай, вчера был баскетбол, Бостон вел в серии 3-0. Я думал, что не забыл. А в итоге Далус вчера выиграл. То есть 3-1. Поэтому все возможно. То есть понятно, что Флорида, как бы, но она сильная, правда. То есть это видно, но я думаю, Эдмонтона не могут зацепиться, они точно не будут отдавать игру. Никто не будет отдавать игру. Поэтому будет интересно хоккей. Какие-то личные симпатии у тебя есть среди игроков в финале? Браков, Саша. Ну, в принципе, вот я посмотрел, как бы я смотрю полностью матчи, и особенно первые матчи он играл индивидуально с Макдэвидом. И, ну, первых, он зверь в плане тоже подготовки физической. Я знаю тренера, ну, не лично, в принципе, я знаю тренера, у которого он готовится и знаю его показатели физически, он реально зверь. То есть он, во-первых, огромный, он очень сильный и двухсторонний форнер. Он мне нравится, в принципе, своей игрой. Как он опекал Макдэвида, первые игры, это что-то невероятное было. И создавал моменты для своей команды в атаке. То есть, как он моментал? Он, ну, голод три, наверное, за эту серию, четыре он точно создал. То есть, и поэтому, это мой любимый игрок, наверное. Ну, и Бобровский тоже самое. Ну, что-то невероятное творить на любом. То есть, такие сейвы от Бобровский и Бараков это два моих любимых игрока сейчас в финале. Я солидарна с Димой. Ну что ж, значит, у нас сегодня получилась уже очередная и по традиции такая мотивирующая и вдохновляющая беседа. Диме, огромное спасибо за инсайты, за информацию, которую поделился. Мы, однозначно, тебе все, вот мы, я, наверное, от лица сразу же и Даши скажу, и всех небезразличных людей, зрителей, пожелаю тебе здоровья, самое главное. уверен в твоем карьерном прогрессе, в этом не сомневаясь. Вот. Ну и, конечно же, будем, как человек, который причастен к локомотиву, будем ждать чемпионства в следующем сезоне. Вот. Пожелаем, пожелаем, чтобы фортуна, она уже сошла на ярославский лед. Вам спасибо, что далее выговорятся. Рогид здесь не скучно, некому рассказать про все. Ну мы будем тогда тебя почаще приглашать, чтобы ты, ты, главное, сейчас будешь собирать информацию, как раз с Мэттисом осталось тебе пообщаться. Да, да, вот тоже интересно было. Так, ну все, ребят, всем спасибо, до новых встреч, обязательно поставьте реакцию к этому видео, Дима будет смотреть и анализировать все лайки и дизлайки, так что будьте на чеку. Поставьте комментарии, напишите свой комментарий, если у вас есть какие-то вопросы. Ну и до новых встреч.